Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. Мы находимся в подвале книжного магазина. Мы договорились с его владельцем, что Тахар раскрипеть. Короче говоря, здесь находится книга, за которым, собственно, и прибыли в этот город. Поначалу владелец магазина не хотел нам ее продавать, но потом мы его задобрили хорошими разговорами на интересную ему тему. И в результате он сказал, что да, я дам вам эту книгу. Книги очень сильно повреждены. Я даже название не могу прочитать. Так что в итоге он нам разрешил ее забрать, осталось ее найти. Это что за ящер? Зеленый дракон. Китайский какой-то, похоже. Великолепная работа. Тут я с тобой согласен. Рычаг. Я бы назвал это ломиком, конечно, но тебе виднее. Тебе виднее. Горн Фримен. Видеокассеты. ВХС. С порнуха, небось. Так, ты посмотри, они даже текстуру перевели. Ритуалы и традиции. Традиции что-то. Ну да, работа неплохая проделана. Это вот эта книга, наверное, нет? Нет. Колоночки. Наверное, еще работают. Машинка. Игрушечный джип. У меня когда-то был похожий. Штукатулка. Штукатулка, сказал. Блин, я сегодня уже тоже третью серию пишу, уже подуставший. При том, что до этого приходилось там достаточно много еще поработать. Поэтому я сказал, штукатулка. Да, так я еще не оговаривался, по-моему, ни разу. Нордбриджеский... Нордбриджескую войну. Подробный отчет про... Так, ну где книга-то? Печатная машинка... Гитара. Ну, футляр, то есть, да. Так, где наша книга? Давайте все внимательно осматривать. А вот она, наверное. Должна быть, это та самая книга, которую я ищу. Книга, упомянутая в том письме. В ней наверняка есть что-то важное. Так. Картинка как-то не очень радует, надо сказать. Обложка заперта. Я не могу ее открыть. Не поддается. Хорошо. Ладно, с этим мы разберемся. Давайте возвращаться к нашему продавцу, к вежливому, который так нам услужил. Так. Ноги, говорит, у меня болят. Сам сходи в погреб. Вообще, именно по персонажам игра довольно интересная. Такие неплоские они. Что бармен, с которым мы в прошлой серии говорили. Что это продавец. Какие-то они живенькие такие. Иногда бывает. Прямо вот видно. Вот NPC, он и есть NPC. Здесь прям живые люди со своими характерами. Это хорошо. Так. Я все боялся, что с тобой что-то нехорошее произойдет. С тобой все хорошо. Думал, сейчас я возьму книгу, которая нам очень важна. После этого... Ну ладно. Из чистого любопытства. Вы знаете, кто заказал эту книгу? А ее заказал человек месяц назад, но так и не пришло за ней. Из чистого любопытства. Вы знаете, кто заказал эту книгу? Имен не знаю. Но на вид это были люди опасные и подозрительные. Они приехали сюда несколько месяцев назад и купили развалюху в старой части города. Еще я слышал, что иногда они зачем-то приезжают в старый дом на опушке в лесу. Люди говорят, что видели огни в окнах. Если соберетесь туда идти, будьте осторожны. Этот дом – одно из тех самых мест, о которых ходили слухи. А в лесу полно голодных волков. Я обязательно это запомню. Можете рассказать подробнее об этом доме на опушке? Я знаю немного. Только то, что мне рассказывали. Говорили, там когда-то жили приверженцы некого восточного сатанинского культа. Они были помешаны на мандрагорах. Но сам я не знаю, кто жил в этом доме и кто его построил. Такие детали вылезают, когда начинаешь их расспрашивать, а сами молчат как рыба. Вот этот бармен, который дворецким еще был в гостинице, так между делом говорит, а в соседней с тобой комнате самоубийца жил, он просто выбросился. Типа, ты жил с местом, где произошло убийство не так давно. Я такой, опа. Короче говоря, блин, интересный городок. Что-то с ними совсем не так. Генри, могу я спросить, что с вашей женой? Генри, могу я спросить, что с вашей женой? Все плохо. Думаю, она окончательно помешалась. В последнее время ее мучают сны о затмении и грядущей тьме. Она только об этом и думает. Она вообще-то не очень религиозна, но сейчас не говорит ни о чем, кроме конца света. Я вам сочувствую, Генри. Да, 2012-й. У многих опять крыша течет. Неоднократно замечал, такое же было в 99-м году. Сейчас, о, конец света. Так, я бы хотел купить музыкальную шкатулку, которая лежит в подвале. Эм, зачем она мне? Ну ладно, я бы хотел купить. Я бы хотел купить музыкальную шкатулку, которая стоит в подвале. Как вам будет угодно. Музыкальная шкатулка. Очень тяжелая. Он, наверное, и рад, что от этого хлама избавился. Я хочу купить... Я хочу купить игрушечный джип. Ну, ладно. Я хочу купить игрушечный джип из подвала. Интересный выбор. Все, что мог, выкупил. Спасибо, Генри. Мне пора. Спасибо, Генри. Мне пора. Главное, когда проходили, наш персонаж даже не подумал сказать, что вот это, типа, может быть нам интересно как-то. Это шкатулка, скажем, или это машинка. А тут падишь-то. Купить захотел. Может, мне есть что? Да нет, похоже. И шкатулка та же самая. Очень тяжелая. В ней какой-то вырез, там, для ключа, похоже. А нет. О-о-о, тут, похоже, голову поломать придется. Со временем. Где кнопочка-то включающая? šкатулка та же кабель. Купить. Купить мою пищу . Ф В ничего нам это не дает я надеюсь в будущем не будет у нас головоломок основанных на том что надо ноты подбирать потому что у меня ужасный слух мне просто медведь не то что наступил на ухо он на нем танцевал такое ощущение что всю ночь так что не петь не тем более вот ноты подбирать я никогда не умел камера песочные часы очень старый телефон не думаю что им пользуется он здесь так для красоты так ну и что нам теперь то нужно карта архоменда это бы я взял гораздо более нужная вещь чем джипик старый так ладно выходим самое главное мы купили книгу про который нам говорил вот и теперь я думаю у нас половина проблем решена сам главный попасть сейчас тем недоброжелательным которых мы видели в предыдущей серии который ломились к нам дверь пока мы ночевали что за люди были вообще кто это вообще такие то есть и вот там писал что они все время следует за нами не очень сильны конечно так но я думаю нам сейчас нужно выходить как ты из города и там уже будет ясно то есть куда двигаться мы вообще какую-то зацепку про то что там они новый домик купили этот старый дом на лесной опушке может быть важен я должен взглянуть на него не факт ну давайте тогда так это что это к вокзалу туманно тут у нас этот гостиницы это кстати говоря не сказали что он выпрыгнул из окна и покончил жизнь самоубийстве то есть сосед мой как можно убийца выпрыгнуть с такой высоты ну там я не знаю ногу еще можно сломать но если только башкой вниз и с должным старанием это не уверен или затылком вперед прыгать не знаю короче я не списывать не совершенно не зачем покидать давайте попробуем он там на солейка небольшая была в нее зайти вот раз я думаю нас получится мне туда идти не нужно так а что мне вообще нужно то может мне обратно туда зайти ты с бароном поговорить или может мне словом как-то связаться по телефону блин а теперь его волос или лоут называть в этой части его зовут лоут предыдущего звали а вот предыдущей части звали лоус пешком далековато но похоже выбора у меня нет старый дом разрушенный дом в глубине печально известного нортутского леса его история окутана тайной то есть это все примерно происходит в тех же местах что и первая часть тот же самый нортутский лес просто раньше у нас была машина и мы мотались там только так теперь это старый дом должен быть где-то здесь день 2 посещение печально известного дома в лесу 22 февраля 2012 года волки это нехорошо тихо 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 волков нам только и не хватало верно фига владелец карл палео велсмот или пался велсмот дейли репортер то есть репортер информация о пресловутых детях декад одна пора привыкнуть блин у меня мурашки у меня мурашки похоже от этого места информация о пресловутых детях дее которые собрал за три месяца заст заставил меня приехать в этот старый унылый городишка аркхамент я уверен что найду здесь то что ищу в этом городе удушающая атмосфера узкие улочки старые дома и какие-то странные статуи и барельефы повсюду я здесь уже шесть дней и ни разу не видел чтобы солнце светило я знаю что сейчас осень но в этом есть что-то странное даже по утрам темнее чем должно быть в этом месте вообще трудно различить свет и тьму не сомневаюсь что уровень психозов и самоубийств тут очень высок аркхамент маленький но очень старый город здесь ходит на удивление много линящих кровь в истории о ведьмах и колдунах стоит покинуть центр города с его примечательной статуей воющего волка и углубиться в эти улицы как вам начинает казаться что вы погружаетесь в прошлое вы идете и здание становится все древнее пока наконец вы не достигаете границы города самой старой его части удивительно я обнаружил что в этом районе объявлен карантин туда никого не пускают там есть несколько полицейских но они отказались говорить со мной о причинах карантина ситуация кажется мне странной поскольку там не принято никаких мер предосторожности обычных таких случаев там куда мне удалось попасть большинство домов начали рушиться и в них пусто как и на улицах как в некоторых домах все еще живут но и они находятся в таком ужасном состоянии что кажется могут любую минуту обрушиться я знаю что покинуты дома хранят секреты давних времен когда здесь царило колдовство не проходя здесь я чувствую как невидимые глаза следят за мной из выбитых окон я остановился в старой гостинице под названием камфара сразу взялся за работу не хочу здесь задерживаться люди здесь очень необычные я сам убедился что они враждебны к приезжим как меня предупреждали однако всегда можно найти того кто с тобой поговорить если найти правильный подход блин эти звуки я сумел подкатиться пьянице по имени джозеф не могу узнать эту фамилию не забыть узнать его фамилию купив ему бутылку хотя надежным источником его не назовешь некоторые моменты из того что он рассказал подтверждают остальную информацию я узнал что история этого города полна всяких ужасов похищение детей дикие ритуалы исполняемого еще более диких местах загадочные тени слоняющиеся по узким улочкам глубокой ночью нелепые голоса из нелепые из туннелей канализации и некий культ гораздо более древний чем сам город у него много имен но сами они называют себя дети дии во всех этих мифов и историях можно найти смутные намеки на то что весь район включая город и близлежащий лес колыбель этой секты некоторые верят что кое-где особенно в лесу под землей тянется паутина туннелей проходов ведущих еще более древний подземный город возникший еще до потопа на поверхности по слухам есть места ведущие в эти подземные туннели проходы и секта пытается этими местами завладеть в лесу стоит какая-то сторожка этот домик я думаю и есть такое место через день-другой я отправлюсь на поиски но сначала мне нужно собрать еще кое-какую информацию некоторые утверждают что видели свет в окнах сторожки я слышал о таинственных людях которые творят там что-то нечистое одна из истории особенно примечательно некий средних лет лесоруб клянется что возвращаясь в однажды вечером с работы он услышал оттуда очень громкое жужжание сопровождаемое человеческими воплями он говорит что тогда ему показалось будто звуки раздаются из-под земли но он не смог найти никакого хода ведущего туда так что списал все на игру своего воображения другие лесорубы рассказывают что когда ветер дует со стороны этого домика он приносит с собой запах каких-то благовоний и тот кто его вдохнет впадает в ступор я спросил у нескольких жителей города знают ли они что-либо об этом культе и узнал что сектанты обитают в самой старой части города в домах где никто больше не станет жить они сняли там несколько зданий у некоторых даже нет электричества трое или четверо из них из числа никто не знает их числа регулярно приходит на вокзал чтобы забрать что-то что приходит с поездом бывая здесь иногда они заходят выпить в гостиницу и никто не пытается с ними заговорить поскольку все местные ненавидят или боятся их один горожанин рассказал мне что есть среди них один с угольной черной бородкой похожий на фальшивую который кажется главнее других приезжая сюда он каждый раз заходит в аптеку он уходит оттуда с большими коробками неизвестных химикатов заказанных ранее я уверен что в сторожке какая-то лаборатория я видел такие лаборатории раньше я знаю какие отвратительные вещи там творятся я должен быть особенно осторожен когда пойду туда занятная занятная история у этого журналиста полузамерзшая бочка судя по тому что у дневника же тут вполне возможно что с ним приключилось что-то нехорошее мешки не знаю что в них да и зачем наверняка все давно испортилось нож как-то это все жутковато надо сказать поэтому давайте сохранимся не это место совсем не нравится с этими воями сначала снаружи осмотримся потом в дом пойдем это соседи то кто-то жжет че-то ну ладно что поделать ты посмотри видимо здесь недавно были люди откуда тут огню-то взяться а больше похоже во дворике ничего нет да у меня постоянно ощущение что за мной кто-то ходит по пятам обычная паранойя так давайте посмотрим что мы из этой истории выносим в городе просто живут напуганные люди и живут какие-то непонятные культисты которые вот это все что связано с этим городком из этой древней цивилизации с и остатками или останками правильнее сказать все это хотят загробастать и видимо используются каких-то своих целях не знаю я думаю ску истории скоро прояснится высокий потолок капри 3 горит я думаю как Какой тяжелый запах. О-о-о-о! Твою мать! Да он и коченевший! Похоже, он замерз до смерти. Надо его осмотреть. Замерзает до смерти не так, вообще-то, уважаемый. Капсулу, которую я нашел на окоченелом трупе. Тем, кто не в курсе, я расскажу, как замерзает до смерти. Люди просто начинают чувствовать сонливость, после этого ложатся спать и засыпают. А вот так вот, что сидят, прям как людина замораживается, такого не бывает. Это физически невозможно. Мускулы сначала перед смертью должны расслабиться, а потом уже... Хотя, может, это просто кожу стянуло. Ну, ладно, не будем на таких подробностях. Ладно, наверх еще можем пойти, да? Так, ну давайте посмотрим, что от него осталось. Кто он вообще? Неприятный находок. Так, давайте сохранимся, потому что сейчас, мало ли, опять из-за того, что я широкоформатным играю, игра-то это разрешение официально не поддерживает. Поэтому часть текстов там просто зависала в первой части. Может, у второй тоже самое будет. Дредден. Как ты уже знаешь, мы не надеемся разобраться в темных писаниях Вольфганга Шнайдера. Это серьезное препятствие на нашем пути. Нам еще осталось много найти и сделать, а времени у нас очень немного. Из недавно обнаруженных трудов Шалифа Бенхамара мы знаем, что, возможно, некоторые из машин, упомянутых в Вока аппаратус, все еще существуют, хотя в средние века инквизиция сделала все, чтобы найти их и уничтожить. Ага, Вокок. Как и с большинством древних источников, почти невозможно найти достойный перевод книги Вока аппаратус. Но есть книга «Воспоминания об Элом», написанная в годы Норберджтой войны Альфредом Боловичем, малоизвестным исследователем в средневековой алхимии и демонологии. «Воспоминания об Элом» состоят из нескольких глав, посвященных областям, в которых... Э. ...в которых работал автор, с ним могут быть какие-то зацепки, вернее, в них. Вы должны найти эту книгу любой ценой. Другие тоже ищут ее, но у вас есть связи, способные ускорить процесс. Хорошо. Фонарик. Так, нет, подожди, вот я нашел. Капсула найдена на коченелом трупе Дреддена. В ней, предположительно, заключен праг давного умершего волка. Понятно. Так. Хорошо. Да ничего хорошего. Ну, давайте осматриваться потихоньку. Что же тут такое? А дверь вынесли, кстати, да? Ладно. Давайте вообще сначала мы подойдем ко входу. И аккуратно-аккуратно все по очереди. Был по часовой стрелке, как учат сыщиков, чтобы ничего не упустить. Так, вот вход. Пошли. Хлорная кислота. Какие-то припасы непонятные. Ну, похоже, на самом деле-то они алхимией баловались. Так, подушку взять? А, понятно. А, под подушкой у нас что-то лежит. Дневник. Десятое сентября одиннадцатого года. Внизу обитает нечто странное. Эти звуки, они преследуют меня днем и ночью. Все началось с появлением этих адских насекомых. Они уже убили восемь наших братьев. Мы бросили их тела в дымящуюся яму, но я знаю, что это неправильно. Я настаивал, что их нужно похоронить должным образом, но профессор Джейкоб сказал, что так для нас даже лучше. Я не мог поверить, что он так сказал. Иногда он ведет себя, как настоящее чудовище. Он до сих пор мне снится. Их лица, объеденные лица. Они молили меня спасти их от этой невыносимой боли. Они все еще там ждут, внизу, в черном безвремене этой ямы. Какое безумие, не похоронить их. Двенадцатый сентября. Нас не предупредили ни об укусах этих насекомых, ни об их агрессивности. Они выглядят, как обычные жуки, но это не так. А, это те самые насекомые, похожие, с первой части, да? Только там они не нападали. Естественно, среди обитания они проводят всю жизнь в самой глубине пещеры, вдали от солнечного света, поэтому они слепы. Да, точно они. Они сильны и полны злобы. Если они укусят вас много раз подряд, вы, если у вас аллергия на этот яд, потеряете разум на несколько дней. А то и недель. Большинство из нас они уже кусали, не сосчитать сколько раз. Я уже не знаю, кусают они меня сейчас или нет. После всего услышанного я уже не в силах различить бред и реальность. Их привезли сюда откуда-то из Африки. Никто, кроме нас, не знает об их существовании, даже ведущие энтомологи. Мистер Карвин, этот недочеловек, он узнал о них. Он знает много, неизвестные никому, больше, по крайней мере, никому из современных людей. Время от времени насекомые нападают на нас. Сначала мы не понимали причин, но потом профессор Джейкоб установил, что они атакуют случаи, если мы угрожаем их гнезду. То есть, если вы угрожаете их гнезду. От них нельзя спрятаться. Они всегда знают, где вы находитесь и даже кто вы такой. Кажется, они легко нас различают. Профессор Джейкоб говорит, что они, возможно, видят просто иначе, чем мы. Может быть, у них есть тепловые сенсоры или какой-то экстрасенсорный орган, который наша наука обнаружить не в состоянии. Кто знает? Кажется, все это тревожит профессора Джейкоба. Очевидно, что даже он этого не ожидал. 14 сентября, мой день рождения, кстати говоря. Звуки стали яснее, хотя я по-прежнему не знаю, кто или что их производит и откуда именно они исходят. Сначала они казались естественными, безобидными звуками. Теперь я знаю, их издают сознательно, они не случайны. Они состоят из повторяющихся долгих и коротких шумов. Я не могу рассказать об этом первому встречному. Если эти вы знают, я присоединюсь к своим друзьям. Окажусь в яме. Есть один человек, спокойный, серьезный. Его зовут Ашфак Мохет. Кажется, он встревожен. Думаю, он слышит то же, что и я. Попробую поговорить с ним. 16 сентября. Вчера они напали на Мороуса. Он как-то ухитрился отбиться от тучи разозленных насекомых и заперся в одной из комнат. Его ужасные крики до сих пор звучат у меня в ушах. Я пытался его спасти. Я хотел выпустить его, но профессор Джейкоб мне запретил. Меня вывозили втроем, потом всех сразу эвакуировали. Профессор Джейкоб сказал, что у него нет ни шанса. Он, скорее всего, уже мертв. Это безумие. Зачем мы вообще возимся с этими тварями? Они слишком опасны. Мы не можем их контролировать. Даже спустя 2,5 часа мы все еще слышали сердито-жужжание насекомых. Профессор Джейкоб сказал, что нам нужно отдохнуть. И велел всем уехать. Остались только Ашфак Мохет, Хэнбок и я. Для охраны, как всегда, по пятницам. Обычно мы несем дежурство по очереди. Один из нас бодрствует, пока двое других спят. Так было и вчера. Ашфак Мохет дежурил. Мы спали, пока глубокой ночью нас не разбудили его безумные крики. Он сказал, что слышал, как кричит Мороус, умоляя нас помочь ему. Скоро и я услышал Мороуса, хотя Хэнбок не слышал ни звука. Он сказал, что у нас разыгралось воображение. И снова заснул. Но ведь Мороус и правда кричал. Мы с Ашфак Мохетом ясно его слышали. Мы пошли туда, но обнаружили, что ручки нет. Видимо, профессор Джейкб забрал ее с собой. Не знаю почему, но спустя некоторое время мне так захотелось спать, что я не выдержал и провалился в сон полный кошмаров. В моем сне мы с Ашфак Мохетом разговаривали с Мороусом. Он лежал на куче отвратительных выделений, которые оставляют эти насекомые. Не помню точно, но он говорил, что там были бесконечные туннели, покрытые роскошной резьбой. Улицы и дома, построенные под нами задолго до того, как первый человек ступил на землю. Он сказал нам, что как туда добраться через яму. Мы полезли вниз, без всего, с голыми руками. Внизу мы пошли по широкому тоннелю, иногда встречая сделанные людьми кирпичные стены. Один раз мне показалось, что в камне вырезано название церкви, которую я знаю, но найти это место снова я не смог. И еще на пути попались арки, на которых были вырезаны буквы SPQR. SPQR это... я точно не помню, как расшифровываться, но это символика римских религионеров. Кругом стояла кромешная тьма, и я не помню, как мы нашли путь без фонаря или лампы. Дойдя до конца туннеля, мы спустились по лестнице в тысячу ступеней. И один раз нам даже пришлось слезать с подземного утеса. Наконец мы добрались до большого куполообразного зала. Нельзя себе представить, чтобы так глубоко под землей было... могло быть здание, но оно там было. Каждая его стена была покрыта чарующими и в то же время ужасающими описаниями вещей. Описанию неподдающихся. Там мы увидели братьев, брошенных нами в дымящуюся бездну. Они все были на разных стадиях разложения, и казалось, что все они что-то с удовольствием жуют. Чего? Они повели нас с собой дальше по сумрачным, тихим подземным туннелям. Они сопровождали это унылое шествие игрой на каких-то странных инструментах. И промотали некое безумное заклинание. Заклинание червя, которое непонятным образом мы с Ашмахедом тоже знали. Я его помню и сейчас, и не могу повторить его без содрогания. Снова вампиры сбираются в круг, бледные тени ложатся, как смерть. Адские твари поют этот звук, гимн тебе, проклятый червь. Я не знаю, где мы шли, но шли мы долго. Понять было невозможно, но казалось, что мы шли долгие часы. Затем меня внезапно охватило странное чувство. Я понял, что мы идем в плохое место. Сердце мое без очевидных на то причин бешено застучало. Меня тошнило, я взглянул на Ашмахеда. С ним, похоже, происходило то же самое. Не помню, что было дальше. Когда профессор Джейкоб разбудил меня, я был мокрым от пота, а Хэнбека нигде не было. Хотя мы обыскали все вокруг. Его кровать была пуста, а сам он исчез. Потом я поговорил с Ашмахедом, и он сказал, что видел такой же сон. Я больше не знаю, в чем уверить. У нас с Ашмахедом есть теория насчет исчезновения Хэнбека. Но мы будем держать ее в секрете. 19 сентября. Они нашли Мороуса в отвратительной слизи, оставленной насекомыми. Точно, как нам приснилось. Профессор Джейкоб хотел забрать тело для экспериментов, в тщетной надежде найти объяснение агрессивности насекомых. Однако тело Мороуса и сейчас лежит в этой грязи. 26 октября. Я тупица. Да, я просто идиот. Как я не понял, когда услышал их в первый раз. Эти звуки азбука Морза. Я, кстати, сразу подумал, а что не азбука Морза-то. Наши братья зовут нас. Я рассказал Ашмахеда, он со мной согласился. Когда придет время, мы пойдем туда. Ну, надо сказать, дела творились здесь жуткие. И на этом, я думаю, мы прекратим эту серию. Как видите, история какая-то очень уж темная. И надо сказать, что, несмотря на то, что это вторая часть... Несмотря на то, что это вторая часть одной и той же игры, воспринимаются они совершенно по-разному. Именно из-за того, что это все-таки с видом от первого лица. Воспринимаются гораздо живее. Мне это очень нравится. Надеюсь, нравится и вам. Увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok